Под сводами столичного футбольного манежа набирает обороты традиционный кубок развития. В турнире принимают участие юношеские сборные из 12 стран, в том числе, разумеется, из Беларуси. Сегодня подопечные Кирилла Ольшевского выясняли отношения с финскими сверстниками. Александр Карась расскажет о том, как это было. В первом тайме команды не впечатлели. Моментов было кот наплакал, а небольшим территориальным преимуществом владели наши игроки. Но забили финны. В 29-й минуте цель поразил Али. В начале второго тайма Янти удвоил преимущество гостей. Тут же мяч после удара кого-то из финнов попал в штангу. Запахло разгромом. Однако белорусы встрепенулись. В течение всего 10 минут хозяева поля развернули ситуацию в свою пользу. Глинский отличился после эффектного прохода Кирилленко. Затем сочным дальним ударом счет сравнял Мякиш. А вишенкой на торте болельщики получили гол Кирилленко, накрутившего нескольких соперников. 3-2. Вопреки отчаянным крикам тренера со скамейки, белорусы перешли на режим энергосбережения. У финнов сил, казалось, осталось еще меньше. Но на один гол их все-таки хватило. Его в компенсированное время провел Пеллика. 3-3 боевая ничья. Играли с 2-0. По сути, проявили свои морально-волевые качества. Забили третий. И, в принципе, ну, как забили третий, почувствовали, что можем играть. И что-то резко остановились. Не знаю почему. В принципе, должна была присутствовать концентрация. И, можно сказать, мы ее потеряли на последних минутах. Этого нам и не хватило до волевой победы. В другом матче нашей группы А словаки обыграли латвийцев. Таким образом, после двух туров в активе белорусов и словаков по 4 очка. 2 балла у финнов. В заключительном матче группового этапа в среду лидеры сыграют между собой. Будем настраиваться только на победу. И только на победу наша задача выиграть этот турнир. Это как этап подготовки к элитному раунду. И, я думаю, мы обязаны просто доказать всем, что мы не просто команда. Мы сборная. Мы сборная Беларуси. И мы будем побеждать для нас, для болельщиков, для мам, для пап, для всех.